Всем салют, меня зовут Олег Никитин, вы на канале NoLibinson. Сегодня у нас сравнение камеры Sony ZV1 со встроенным объективом 24-70, 1.8-2.8 и айфона 13 Pro Max. Ну вы про него и так все знаете. Сравниваем, поехали! Чуть больше года назад я уже делал сравнение айфона 12 Pro Max и Sony ZV1. Если интересно, ссылочку оставлю в карточке ютуба и в описании, оно очень обширное и подробное. А сейчас давайте сравнивать 13 Pro Max и ZV1. По размеру и весу это почти идентичное устройство, 300 граммов ZV1 против 238 граммов iPhone. Матрица у нас дюймовая на ZV1 и 0,6 дюйма на айфоне на основном модуле камеры. И еще в прошлый раз я сравнивал JPEG без обработки, а в этот раз решил сравнить RAW. Также не стоит забывать, что у ZV1 есть встроенный ND-фильтр, он единственный без вариаций, но это хорошо и иногда я его использовал. Для айфона же нужно использовать внешние. Итак, давайте начнем со сравнения фотографий на 24 мм и камере 1х на айфоне. ZV1 слева всегда, айфон справа всегда. Посмотрите, насколько сильно я вытянул эту картинку, небо оставил, чтобы его сохранить и не переэкспонировать, и из теней вытянул огромное количество информации. Также у айфонов есть ультраширик 0.5х, но с ним я сравнение практически не делал, вот он просто для примера, потому что Sony ZV1 не может снимать шире 24 мм. Либо можно купить отдельный внешний адаптер, но я его не тестировал и не могу отвечать за качество. Также не забываем, что Sony ZV1 это 20 мегапиксельная камера против 12 мегапикселей на айфоне. При ближайшем рассмотрении мы видим, что деталей все-таки больше на ZV1, а также искусственной резкости ZV1 не добавляют, в отличие от айфона, и это выглядит ужасно, особенно на кадрах с листьями. Сами RAW файлы тянутся очень неплохо и на одной, и на другой камере, и накропив 500%, мы более четко видим разницу между 20 и 12 мегапикселями. Также отмечу, что цвета я не изменял, то есть мы видим, что ZV1 из коробки чуть больше в мадженту и оранжевый отдает, а вот айфон в сторону зеленого и желтоватого. Естественного бокена ZV1 больше, благодаря более крупному сенсору, но и диафрагма 1.8 это уже неплохо. У айфона диафрагма 1.5 на этом сенсоре, но он сам маленький, поэтому мы получаем меньшее размытие. А вот в макрофотографии ZV1 не так хорош, возможно, стоило прикрыть диафрагму, смотрите, как я вытянул данный кадр, и на минимальных дистанциях фокусировки резкости ZV1, конечно, не хватает. Я хотел сделать такой волшебный лес какой-то и не стал прикрывать диафрагму, из-за этого мы получили довольно мягкую картинку. А на айфоне, на ультраширик мы можем приблизиться гораздо ближе, что прикольно. Теперь переходим к камере 3x на айфоне и 70 мм на ZV1. К тому же минимальная диафрагма становится 2.8, и по резкости мне по-прежнему ZV1 нравится больше, не такое большое количество искусственной резкости айфон, конечно, этим грешит постоянно. И в целом могу сказать, что 70 мм более рабочие именно на ZV1. Особенно хорошо это видно вот на этом кадре. Посмотрите, насколько больше деталей осталось в тенях и в зданиях. Да, шума тоже больше, потому что я сильно вытягивал этот кадр, но при этом детализация гораздо лучше. Теперь переходим к селфи. Без портретного режима селфи на айфоне становятся довольно плоскими, а вот с портретным режимом есть свои нюансы. На фоне листвы правильно отделить мою голову от фона у айфона не получилось. Когда я перекадрировал, кадр стало чуть лучше, но все еще в районе ушей мне отделение от фона не нравится. Теперь переходим к портретным кадрам. В кадре дочка моя Ксюша. И на 24 мм и камере 1х с айфоном мы получаем примерно вот такие результаты. Но интереснее посмотреть на портретный режим. С портретным режимом айфон выглядит поинтереснее, но все еще отделение от фона не всегда идеальное, а еще кожа как будто пластмассовая на айфоне. Это их стандартная проблема. Вот, кстати, кадр без портретного режима, довольно близкий. Мы видим естественное размытие, кстати, достаточно неплохое. И с портретным режимом все размываем вообще в сопли, но опять же отделение от фона мне не нравится. На 70 мм мы получаем вот такую картинку без портретного режима. И видим, что у ZV1 чуть больше шума, но опять же резкость лучше. С портретным режимом, кстати, айфон справился в этом кадре довольно неплохо. Опять же, есть нюансы отделения от фона, но если сильно не приглядываться, то сойдет. Теперь переходим в режим селфи. Опять же, без портретного режима все довольно плоско. А на портретном режиме очень много искусственной резкости. Я стал выглядеть как будто на пару лет старше. Теперь переходим к ночному режиму. Здесь обязательно обращайте внимание на настройки. В ночном режиме мы всегда будем получать более шумную и детализированную картинку с ZV1 и более мягкую с большим уровнем шумоподавления картинку на айфон. И портретный режим даже ухудшает эту искусственную резкость, которую накидывает айфон, чтобы скрыть нюансы долгой выдержки. Лично я предпочту более шумную картинку, но зато более резкую. И, кстати, сам шумок очень маленький и приятный глазу. На ISO 3200 мы видим уже достаточно большое количество шумов. Айфон здесь справляется лучше именно с точки зрения шумоподавления, но по детализации он сильно проигрывает. На 70 мм минимальная диафрагма у нас 2,8 на ZV1. И обе картинки получились достаточно смазанными, потому что выдержка была 1,5 на ZV1. А на айфоне мы использовали портретный режим. Ксюша, видимо, моргнула, и из-за этого у нас вот такой артефакт появился. Затем я поставил обе камеры на штатив и попытался сделать фотографии на длинных выдержках. Но что-то у меня не получилось с ZV1. Видимо, от того, что я нажимал на спуск затвора, все равно слишком много движения было в кадре, и получились вот такие смазы. Но в целом можно сделать хорошие кадры на длинных выдержках. Теперь переходим к видеосъемке. У обеих камер есть свои нюансы. Например, iPhone очень сильно перешарпливает картинку. Здесь ужасная искусственная резкость, особенно на листочках и мелких поверхностях. А у ZV1 хромает стабилизация, и также мы видим, что динамический диапазон чуть ниже у ZV1, но мы можем также использовать и S-Log 2. Скоро покажу. На 70 мм история повторяется. По-прежнему ZV1 выглядит гораздо более естественно и не такой искусственно резкий. Также, используя минимальную дистанцию фокусировки, мы получаем очень приятное размытие на ZV1. Итак, тест селфи-камеры на iPhone 13 Pro Max и ZV1 на широком углу, угле, как-то правильно, на 1.8. Смотрим на стабилизацию, SteadyShot Standard стоит и на качество звука также. Про микрофоны, я думаю, вы выводы сделаете сами. Кстати, про S-Log. Вот так он выглядит без покраски. Я старался именно сохранить светлые участки кадра. И минимальное значение ISO в S-Log 2 на ZV1 это 1000. Так что картинка становится довольно шумной, особенно если мы вытягиваем тени. И когда мы приближаемся, мы видим, что шума очень много, при этом, кстати, и детализация тоже хромает. Но мы можем использовать не S-Log 2, например, а Movie Gamma. И PP1 Movie Gamma это один из лучших вариантов для использования Sony ZV1, потому что он сразу дает приятные цвета из коробки и динамический диапазон у него, в принципе, нормальный. Конечно, чуть ниже, чем у iPhone 13 Pro Max. Но при этом посмотрите, насколько больше деталей, особенно в листьях и зданиях. Теперь расскажу про стабилизацию. В Sony ZV1 есть два режима, это SteadyShot Standard и SteadyShot Active с достаточно большим кропом. Но и тот, и другой режим сильно проигрывает стабилизация iPhone, которая просто как будто с другой планеты. Я это все снял с рук, и вы можете посмотреть на разницу, она здесь, ну, очень сильная. А вот так выглядит S-Log до покраски и после. К сожалению, резкость в S-Log 2 довольно низкая из-за высокого уровня шумов и, возможно, даже шумоподавления искусственного в камере. Поэтому я не рекомендую использовать S-Log 2, как уже сказал. Вы можете сейчас сами увидеть, что картинка становится, ну, чуть мягче, чем хотелось бы. И даже, я бы сказал, нечестный 4К. Хотя это снималось, конечно, в 4К. И барабанная дробь. По заявкам сравниваем не только обычный режим съемки видео на iPhone, но и ProRes 422 через Filmic Pro. И также вы видите, если такинуть искусственную резкость на ZV1, то, в принципе, картинки выглядят довольно близко друг к другу. Но на iPhone ее слишком уж много, это перебор, на мой взгляд. И на данных кадрах мы видим, что картинка с iPhone, в принципе, более стабильная. За счет этого она выглядит лучше. Также S-Log очень сильно ее мягчит, я бы сказал. Поэтому, наверное, это не самое честное сравнение. Надо было все-таки снимать в Movie Gamma. И буду честен с вами, друзья, я не вижу колоссальной разницы между ProRes 422 и съемкой в ATVC, например. У меня даже есть два отдельных ролика на эту тему на канале. Также ссылочки в описании оставлю. Там можете посмотреть в деталях, в чем различие. Одной из самых сильных сторон Sony ZV1 является съемка слоумо. Вы можете снимать до 1000 кадров в секунду. Сейчас у нас 500 кадров в секунду на экране. И, как вы видите, качество очень даже неплохое. На iPhone искусственная резкость просто вырви глаз. Это у нас 250 кадров в секунду на ZV1. Стоит отметить, что оба эти режимы снимаются не постоянно. Вы записываете где-то 3-4 секунды. Но зато качество такого слоумоушен просто отличное. Но также вы можете записывать, допустим, 100 или 120 кадров в секунду в Full HD безостановочно. И вот его качество, оно мне также нравится больше, чем слоумо на iPhone. Теперь переходим к съемке ночью. ISO 640 на ZV1. Это, пожалуй, ее потолок. Но картинка выглядит куда более резкой и естественной, потому что iPhone старается задрать экспозицию и задавить шум. Из-за этого мы получаем огромное количество артефактов шумоподавления. Да и в целом картинка выглядит, ну, не очень. И, конечно, вам не нужно использовать ослоу к ночью. Это 100% только Movie Gamma. Также стоит обратить внимание на то, что засветы на iPhone гораздо более сильные. Вот посмотрите на этот фонарь. И на 70 мм и ISO 1250 мы получаем все еще достаточно сносную картинку, хоть и далеко не идеальную. А вот на iPhone телевик ночью очень плох. Погодка отстойная. Ну, хотя бы видно... Ага, господи, дождины. Хотя бы видно, как выглядит все. Знаете, уже все заплескало. Все, пошел сушиться. Спасибо. И использовать Sony ZV1 без дохлой кошки, которая, кстати, в комплекте есть, то есть ветрозащиты в ветреную погоду, лучше не стоит. Также хочется отметить, что у ZV1 в 4К мы получаем очень низкую яркость экрана. Вот посмотрите сравнение. Если мы переходим в Full HD и режим солнечная погода, то все становится гораздо лучше. Но в основном-то мы в 4К снимаем. Ну, по крайней мере, я. И еще пробежимся по преимуществам и недостаткам. Sony ZV1 можно стримить с нее. Отличная камера для стрима. Лучше сводится картинка с камерами Sony, нет такого жуткого перешарпа. Лучше слоу-моушен. Удобнее поворотный экран, кстати говоря. И мы можем докупить флешки любого объема. Зато у iPhone выше динамический диапазон, благодаря computational photography. Может снимать в 4К 60 кадров в секунду. ZV1 только до 4К 30 кадров. У iPhone есть 10 бит. Также у iPhone есть 13 мм ультраширик. И файлы, можно сказать, сразу готовы для соцсетей. Ничего не нужно скидывать на телефон. Также на iPhone можно воспользоваться портретным режимом, который иногда очень неплохие результаты дает. В iPhone лучше батарея. Я снял полтора часа видео в 4К 60 кадров в секунду. У меня еще осталось 60% от полного заряда. И еще у iPhone лучше, больше и ярче дисплей. Я не буду делать однозначный вывод, что вам точно нужно купить, зависит от очень многих факторов, смотря для чего и в каких условиях вы будете использовать данные устройства. Я по максимуму показал вам все нюансы работы с этими устройствами, что в видео с 12 Pro Max, что сейчас с 13 Pro Max, и решать, пожалуй, вам. И последнее, что нам осталось обсудить, это стоимость. Разница в цене в России практически в два раза. ZV1 можно купить за 55 тысяч рублей новую, а вот iPhone хотя бы на 256 ГБ, чтобы хоть маленько поснимать на него, уже в районе 110-120 тысяч рублей. Конечно, для ZV1 нужно будет докупить дополнительные аккумуляторы, а лучше Powerbank и еще несколько флешек. Но даже при таком раскладе ZV1 получается чуть ли не в два раза дешевле iPhone. Поэтому, если у вас уже есть телефон, который вас всем устраивает, но слегка не дотягивает по камерам, то ZV1 будет отличным компаньоном для вашей основной камеры Sony, дополнительным вариантом для стримов и в целом отличная походная камера. Ну что, друзья, поделитесь своими впечатлениями, чтобы выбрали вы полноценную маленькую камерку с дюймовым сенсором или все-таки iPhone 13 Pro Max для своих задач. Все мысли в комментарии. Если вам понравился данный ролик, нажмите, пожалуйста, на лайк, подписку и колокольчик, я это очень ценю. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике, друзья. Пока!